В том числе и команда из группы лидеров. Ну начался матч и давайте представим стартовые составы. Хозяева площадки в синей форме Динамовцы. Третий номер центральный блокирующий Дмитрий Каленковский. Его коллега по амплуа номер 12 Артем Довгань. Связка Константин Тюшкевич номер 11. В диагонали Назар Литвиненко номер 14. Доигровки сегодня Марк Ивович 15. Понятно с Белогорием сложно, вот с Зенитом можно было дожимать. Даже в третью партию, я имею ввиду Зенит Санкт-Петербурга. Ну а Ковачевич проводит очень яркий сезон. Вот Ковачевич ставит блок, ему вручили. Книга, посвященная спорту в регионе, в которой сам Артем фигурирует. В защите сыграл тот же Мельников. Теперь пропустил мяч и зря, потому что Марк Ивович попал в площадку. 5-9 на подачу Тюшкевича. Отличный подающий. Был в топ-5 по результатам прошлого сезона. В этом году, по-моему, в своей команде тоже лучше. Можно посмотреть текущую статистику. Ох! Довгань как эту скидку увидел и пытался сам сыграть, опускаясь, но, по сути, только помешал. Здесь собираются арены. Вот тот же Александр Клинкин, я помню, сборную России в Лиге наций. Тогда это еще мировая лига называлась. Пока не очень. Довгань. Есть доводка, которая позволяет задействовать, в принципе, любого игрока, но в результате атака 4 и Бадикура. Динамовцы отбиваются. Рискует Ивович. Ивович. Блок Гуцелюка остановил атаку Клинковского. Еще один блок, и мяч падает. Так и Бадикур немножко потерял его из вида. Будюхин рванул, пытался догнать. Карьера только в стадии становления. Но вот то, что он у Александра Бучкова выиграл. По крайней мере, я буду это делать, подглядывать, как там матч развивается, если... Шахтер побеждает. Собственно, сейчас Динамо выше Шахтера, только за счет разницы партии. То есть нужно выигрывать, и лучше брать трехочковую победу. То есть 3-0 или 3-1. В таком случае, по крайней мере, не пропустят. Пусть на это повлиять динамцы не могут. Останется только смотреть наши трансляции. Прекрасная атака Романа Потолюка. Сразу игра останавливается. Тюшкевич молодец. Пятая зона, да, в такой ситуации мы видим свободу быть в топе для игровщиков в нашей Суперлиге. Ну, а тем временем у финцы чуть было блоком. Не закончили этот сет. Однако Маркезович все-таки 21 очко набирает. Ну, и теперь вся надежда на подачу Тюшкевич. Трос смягчил. Шишкин мяча коснулся последним после атаки Александра Гуцелепа. 25-21. Первый сет за гостями, за Уралом. Ставит сейчас хозяева площадки заслон. Как раз подвинул там доигровщик с задней линии. Напомнил, в какую зону будет подавать партнер. Ну, и мы видим, что может сказать, эта история сработала. Потому что прием-то у Урала не было. И у Динамо две доигровки подряд. Вторую реализовал так элегантно Марк Ивович. Зачем бить сильно? Как раз тоже на повторе хорошо было видно, что темп передачи был совсем другой, неудобный для нападающего. поэтому он, по сути, просто перевел мяч на ту сторону. Ковачевич попал, да, подключение задней линии. Серба. Такая у нас дуэль двух сербских доигровщиков. Давайте посмотрим на онлайн-статистику. Три с пяти в атаке. Подача была семь раз, одна ошибка. Динамо не забило с первого раза. Со второго тоже. Паталюк. Делуток с третьей попытки. Хозяева площадки снимаются. Шенкель. Шенкель выводит свою команду вперед. Ну, еще, надеюсь, увидим мы этот элемент в игре. Ивич красиво обыгрывает блокирующих. Блок справа. По линии. Попал Гуцалюк. Такой глубокий удар. В девятый метр. Самый трудный, наверное, для того, чтобы отработать в защите прежнего. Денис Шенкель. Планер такой надежный. Но здесь получилось принять. Получилось организовать атаку. Финцам. Еще одна. Гуцалюк. Смягчают его. Ну, вот. Ой, ой, ой. Если бы не Володя Шишкин. Браво. Динамский либеров. Ему нужно это очко записать. Какой-то выписать приз, бонус. Хотя бы блинами угостить. По поводу Масленицы. Великолепно сыграл. Посмотрите, и здесь. Остался на первом заказе. То есть на первой договоренности. А сейчас вообще на чужую сторону приняли. Ковачевич от троса оставляет мяч площадки. И посмотрите. Уфинцы догоняют. Интересно. Не силовая становится проблемой для соперников. А вот такой вот планер. Что с одной стороны была серия подачи у Шенкеля. А теперь вот Милат Ибадипур. И посмотрите. На его планерах. Урал сравнивает счет. Белорусского связующего. Для многих становится серьезной проблемой. Но не для Уфы сегодня. Ибадипур принял. А Ковачевич идеален. Он вот любые варианты. Клинкин дает возможность своему 14 номеру выйти и исправить ситуацию. Ну, в общем, грустная история. Оба диагональных имеют на данный момент показатель полезности минус 3. Классно, мощно. Ну, такое ощущение, что сегодня нужно подавать планер, если ты хочешь затруднить жизнь сопернику. С силовыми справляются легко. Принимающие. Ну, вот снова похожая ситуация. Не забил Назар Литвиненко. Но это браво Либера. Браво Игорь Фролову, который такой мяч сумел отзащищаться. Ну, а дальше вот такая вот ковыряшка. Сектор этот защищал Литвиненко, но оказался не готов. Ивович. Тройной блок. Не может. Тюшкевич. Тюшкевич вау. 25-22. Уфимцы. И во втором сете сильнее Динаовцев из Ленобласти. 2-0. Счет в этом матче. Сергей Пирайнин ушел с цифрами 22. Там 2 из 9 он забил. Ну, в общем, вот эти проблемы. Не может четвертая зона компенсировать полностью слабую игру диагонали. У гостей Роман Паталюк своей функцией в организации атак. Вот сейчас все вроде бы неплохо у Литвиненко, но он опять не забил. Теперь Марка Ивовича блоком три крылья. В ответы Бадипур находит Крайнего. В Динамском блоке и от его рук отыгрывается вал. Игорь Фролов. Браво. Сейчас хорошая была комбинация. И вроде как там разные темпы выходили в эту атаку. Вот Тюшкевич действительно прям эпизод провел на твердую пятерку. Первая атака красивая была. И вторая, посмотрите, снова вылетел Довгань. Спасибо коллегам. 6-3. Динамо впереди. И Гучко, да, у него, в принципе, со своей миссией он справился. Стабилизировал атаку Урала. Стал подносить удобно снаряды молодому гиганту Роману Паталюку. Хорошее оснащение, много ракурсов, некоторые из которых помогают принять верное решение. Снова и Бадипур. Успел. По сути, с места прыгал. Без разбега. Придумают схемы. И выходили втроем. Там диагональ Бирюхова ставили больше, загружали в атаки. Но в некоторых расстановках он в приеме участвовал. Ковачевич опять какой, какой мяч. Дальше Динамо сигнализирует, что Урош сыграл на чужой стороне. Но арбитр принял решение. Достал. Но только для того, чтобы довести до сетки. Урош тройной блок. Не готов был пасовать Гуцалюк, поэтому он подарил мяч сопернику. Снова Урош с блоком справляется. Посмотрите, какими хитрыми вариантами. Урош Ковачевич, да. Главный герой Урала начинается второго сета. Ну и, собственно, и по статистике. Это у него была 12-я выигранная атака. А еще два блока. Очень высокий процент за 60 нападений. Подача классная. Посмотрите, пасовать даже Либера вынужден. Опять неудобная траектория для атаки Бадипура. Бадипура. Будько в защите. Милад. Было касание. Или все-таки там успел Динамский Либера дотянуться до мяча. Никита Вишневецкий в защите играл. Нет, он признает, что сначала мяч коснулся с пола. А потом уже он поднял его в воздух. Илович не рискует. И снова минимальное отставание. Вполне себе уверенно сделал доводку на своего диагонального. Ох, какое спасение Милады в защите. Рыбаков. И в защите Евгений Рыбаков поднимает мяч. Ковачевич. Ну, после удара Ковачевича, конечно, как ни старался Владимир Шишкин. Такой далекий отскок, что и в концовке на подачу Гуцулюка получают матч-бол. его ликвидирует Литвиненко. И там в Минске игра продолжается. Ну, а что у финцы? Ну, ничего не мог, конечно, в этой ситуации сделать Ковачевич. Ничего не мог сделать. Но, посмотрите, активно Игорь Шулепов попросит челлендж. А что смотрим? Да, да, челленджем Урышковачевич и Игорь Шулепов выигрывают этот матч. 27-28. Пардон, 28-26. 28-20. Сейчас, нет, 27-25. Да, вот правильный счет. Два челленджа подряд в концовке. И у финцы побеждают со счетом 3. 3-0.